ой привет и всем девочки мальчики еще расскажу сейчас пошла в магазин и там возле него лесок и опять наткнулась на майскую рядовку думаю ну зайду еще после магазина посмотрите какие приятные экземпляры я ее еще не чистила но вижу что отличные грибы так что будет на маленькую жареху майской рядовочки сейчас покажу вам что я делаю со старыми бананами снимаю кожуру с бананов закладываю в банку можно двухлитровую трехлитровую и заливаю холодной водой баночку закрыли а можно не закрывать слегонца так немножко и дайте ей постоять недельку дней 10 и это такая бомба витамин для растений просто прелесть вот попробуйте поливать ваши домашние цветы иногда я беру шкурки от бананов и иду на улицу и подкапывают срединку к розам к малине вот здесь у меня четыре старых банана ну как старых шкурка была на них старые из этих бананов можно сделать коктейль молоко бананы значит ванильный сахар все это взбить и будет прекрасный молочный коктейль попробуйте сейчас покажу вам что я приобрела вот такое маленькое деревце с мелкими листочками и вот так вот она называется вот это когда мы ездили штайнфельд в кактусную тепличку вот это деревце маленькая она будет расти очень декоративная с приятными листочками сейчас еще одно покажу вот посмотрите может быть кого-то заинтересует отличное деревце она высокая вот такие листочки посмотрите мелкие мелкие пишет в общем почитала я за него что она может зимовать до минус 7 ну такое уже экстремальную ситуацию я не хочу ему устраивать но в тепличку могу поставить на зиму она очень с нежными листочками поэтому я его купила такие веточки нежные и вот посмотрите друзья что у меня зацвело посмотрите три стрелочки здесь и вот здесь кто знает напишите пожалуйста название как называется также в штайнфельде я приобрела вот такую дело сперма дело сперма открывается днем цветочки вот пустит здесь значит засохнет будет семена надо будет обязательно собрать очень красивое растение посмотрите посажу перед домом там у меня есть маленькое место и вот эту вот купила вот как она называется вот почитайте может быть кому будет интересно вот это вот как маленькая пеларгония это тоже зимует растение оно зимнее оно не пропадет поэтому буду сажать сейчас у нас целый месяц проходит такая акция в нашем городке у нас здесь такой клуб любителей растений вот и они в этот месяц ставят специальном месте свои растения кому что не надо подписывают название вот допустим вот этот вот меховые листики розовым цветет вот вот это вот как коврик будет тоже беленьким цветет и кто приносит и люди идут кому надо берет себе растение домой я вот сегодня взяла вот это не знаю как она называется по на русском языке фингер гуд и она цветет пурпурным цветком большое такое высокая вырастает и я покажу вам как у меня вот здесь на даче вот такое же мое растение только она уже большое не знаю может быть она белым будет цвести точно не знаю и вот мы шли гуляли с собакой и я себе вот взяла вот несколько цветочков сейчас посажу вот это вот тут не знаю роза наверно какая-то такая ну мы посмотрим что вырастет очень интересная акция друзья вот мы тоже отнесли и кактусы и алой у меня был вот цветет моя гвоздичка денежные деревья у меня много было маленьких отсаженных деток мне они не надо друзьям я уже раздала вот моя розочка расцвела посмотрите поэтому мы все все что нам не надо отнесли пусть люди возьмут будет им прелесть желтая роза цветет видите и вот мой лук уже я развесила свои эпифилумы вчера я вынесла их и вот здесь все поразвешивала на участке они будут так висеть у меня здесь до конца октября потом я их заберу зимовать вот быстренько покажу что у меня цветет это искобарии хомоцериус сильвестрии продолжает цветение рибуция и вот эхиноцериус такой красивый нежный нежный и будет по чуть-чуть уже соцветать моя каменная роза вот она пришла наша принцесса со школы сегодня после карантина первый день говорит так было классно да ну расскажи нам что-нибудь как было в школе ну расскажи по-немецки по-русски тяжело когда я пришла сначала в класс первое время мы все должны были руки мыть потом мы два часа ничего не учили а просто рассказывали как проводили время дома на карантине класс что делали а последний час мы не занимались опять же а просто завтракали ну хорошо показываю вам пародии нато кактусы разные быстренько вот у меня матука она будет зацветать розовым цветком очень красиво посмотрите какая прелесть кто это у нас это у нас хильдовинтера мини ну за мамилярии я уже даже молчу потому что они цветут не переставая мои девочки пушистые и не пушистые все подряд и вот какая вот расцветает эхиноцериус очень красивым цветком и вот еще один вот друзья цветет эхиноцериус расцвела лобивия и вот еще одна и еще одна сегодня раскрылся трихоцериус елов вот таким бело-желтым цветком но он только утром был раскрыт хорошо а потом я смотрю вам раз раз уже и закрылся ну вероятно он будет завтра утром раз раскрыт и я по возможности тогда сниму вот какой красивый эхинопсис гибридный посмотрите друзья просто коротко покажу вам что еще цветет будет свести дэнмоза также набирает бутоны вот этот огромный высокий цериус видите но и здесь ковры рибуций и сулька рибуций посмотрите это желтая особенно хороша вот еще ну что друзья спасибо что были с нами желаю вам хорошего дня пока пока